Ребят, всем огромный привет! С вами Роман Шкудер и сегодня мы рассмотрим основные идеи по рынку криптовалюты, что у нас случилось. Начнем давайте с битка. Значит, прошли мы зоны 60-700, прошли до 72 тысяч, ближайшее сопротивление. Если пробиваем 72, дальше у нас исторический хай 73-700. Но желательно его пробивать, идти выше, хотя есть один момент, что вот здесь мы уже использовали какое-то количество энергии. И не факт, что хватит энергии пойти еще. Но тут два варианта, либо может быть какой-то откат, консолидация и потом резким импульсом пробой. Желательно сделать так, с накоплением каким-то вот здесь вот, да, или сразу же пробой, сейчас накопление и сразу пробой. Но должен быть какой-то импульс, желательно, например, чтобы сразу шло там на 76-77 одной свечкой с импульсом и дальше на объеме. Тогда это будет действительно настоящий пробой. Дальше. Матик полигон. На данный момент биток, конечно, я бы не брал бы. Ни туда, ни сюда, потому что может и пойти вверх, может быть откат, то есть там непонятно. Нужно разве что тест 73-700 исторического хая. Ну, если хочет, можно там зайти в шорт и поставить стоп за исторический хай. Но я пока биток не хочу, потому что вроде бы держит сильно, может пойти выше. Матик полигон. Значит, откатился от уровня 64, нижняя граница. Мы его тоже рассматривали с вами. Сейчас подошли к зоне 0.76. Ну, если брать уже либо выше 0.76, либо где-то тут брать, можно пробовать стоп либо за консолидацию просто, либо за ближайший лоу. Ну, это будет, ну, хотя процентов 5. Это более-менее там 5-6 процентов, это более-менее нормально. Думаю, что выйдем дальше. Бинбэй, мы сидим с комьюнити нашим. Мы брали 595 у нас был вход. Ставили стоп сюда, ведь оно пошло чуть ниже было. Но я рассчитывал, что может быть сразу одна свечка с пробоем наверх. Потому что очень долго тут накапливали. Посмотрите, лои постоянно повышательные. Думаю, что он пойдет на 700-800. Исторический хай там вроде 690, если не ошибаюсь. Я думаю, что пойдет, наверное, туда. Сейчас заходить, конечно, высоковато. Это бы заход в хай, либо надо жрать откат какой-то 610 хотя бы. Чтобы стоп можно было поставить, например, там 590, либо вообще там 570. Ну, то есть высоковато заход, каще сейчас. Это уже в хай заходить. Хотя, если пойдет, знаете, там на 700 сразу, то можно и нормально. Но я уже такое тут не брал. Мы брали здесь, чуть ниже. И сейчас уже сидим в плюсе. Часть закрыли, стоп без убыток. И нормально себя чувствуем. Значит, ААВЕ. ААВЕ подошел к уровню с 97. Здесь он 97. Это был уровень сопротивления. Его сейчас протестировали. Сделали такой ложный пробой. Ну, видите, нет реакции на ложный пробой. Скорее всего, наверное, что потянут дальше. Но я бы сейчас уже после такого движения не заходил. Может быть, или после закрепления, или на откате. Это будет вот правильным таким, правильным заходом. Что по S&P хотел сказать. S&P у нас сделал исторический хай. Исторический перехай сделал. И я думаю, что скорее всего, наверное, пойдем дальше. Но, возможно, будет какой-то откат. Там после какого-то движения, может, на 5-7%. Обычно такое любят делать. То есть, вначале прошли, а потом откат. То есть, резкий, да. Вот после такого. Потому что тут уже некая энергия прошла. И не думаю, что он прям будет расти там до 6 тысяч сразу. Но пока все выглядит неплохо. Идет медленно. Это как раз нормальный такой правильный тренд. Дальше. Ада. Ада у нас был тест 0.45, 0.46. И там 0.41 выходит. Но я пока, наверное, не лезь сюда. Она не сильно понятно смотрится. Хотя, видите, откат. Ну, из движения, откат движения. То есть, вот с отката, если брать, там, стоп за лоу или за вот эту свечку. Большую можно ставить. И сидеть дальше. Ну, пока неплохо. Если кто хочет, ну, обязательно стопы. Если вы, конечно, не торгуете в долгосрок. Если в долгосрок, то можно сидеть без стопа. Главное, это не делать на фьючерсах с маржой. Потому что, ну, может быть, все на рынке с маржой могут выносить. Особенно в крипте. Это без стопов. Вообще, с маржой торговать нельзя. Но это моя личная рекомендация. Если кто хочет, может делать как угодно. Значит, что у нас по алго. Прошел какое-то движение с нижней точки. Но пока что-то смотрится не очень, честно вам скажу. Ну, типа не сильно понятно. Потому что вроде прошли. И такой в консолидации. Не скажу, что он сильнее рынка. Поэтому алго я бы, наверное, пока постоял в сторонке. И Atom у нас то же самое. Вот потестировал 8.9. Можно было брать уже, наверное, выше этой зоны. Хотя тут было и поглощение. И откат. Ну, в целом, как бы рынок в целом. Ситуация смотрится лонгова. Но обязательно учитывайте риски. Не надо набирать 100 позиций. Возьмите, там, не знаю, 2 позиции со стопами. Если не пойдет, ну, тогда не пойдет. Можно получить фиксированный стоп-лосс. Не надо набирать много всего. Не надо брать там с большими плечами. Потому что уже какое-то движение прошло. И сейчас может быть некая еще коррекция. Особенно учитывая, что биток у нас находится возле исторического хая. Не факт, что будет сразу пробиваться. Вот Акси, помните, в прошлый раз мы рассматривали вот эту вот точку. Мы смотрели. Если я не ошибаюсь. Так, да, мы смотрели вот эту вот точку. И получается с этой точки, видите, цена прошла там, насколько, на больше, чем 10%. Да? 6.3 и 7.5. Понимаете, это у нас 1-2, 20% прошли. Видите? И Акси, вот Акси выглядит сильнее. Вот это можно рассмотреть. Смотрите, импульс, консолидация. Был такой ложный. Тут небольшого такого уровня консолидации. Вот, видите, хвост. Сюда прям ложный этого хвоста. Зеркалки. Можно, в принципе, это рассмотреть. Стоп либо сюда, либо сюда. Но сюда будет далековато, наверное. Можно сюда поставить. Если выбьют, ну, не значит, можно будет искать точку перезахода. Думаю, цели где-то в зоне 9 долларов. Биткоин кэш. Уже прошел 25% и дошел до вот этой вот зоны. Видите, вот это тут хвост у нас тоже есть. Поэтому я бы, наверное, сюда не сильно заходил бы. Хотя, ну, я бы ему дал ему еще и подышать. Пусть немного постоит, поторгуется. Дот неплохо смотрится. Друзья, дот смотрится неплохо. Кстати, так же, как у нас вот Акси. Также вот можно рассмотреть 7.47. Ну, стоп либо за уровень поставить, либо за вот эти хвосты. Очень тоже неплохо смотрит. Зеленые свечи. Ну, вот сильнее рынка. Думаю, он где-то в зону 9 долларов должен сходить. Так, биткоин посмотрели. Дэш. Вот Дэш, кстати, я вчера посмотрел. Было поглощение. Видите, вот свеча поглощения. Закрытие выше вот этой вот зоны. Я думаю, что Дэш вот очень хорошо. Но тут есть локальные зоны. И вот, видите, вот эта локальная зона. 32. И нужно рассмотреть. Хотя с него там как бы было одно движение, потом второе. Но, видите, вот тоже зеркалка. Вот здесь еще есть 30. Видите, вот зеркалка, он выходит с консолидацией этот наверх. И, ну, должен делать импульс. Если заходить, я бы, конечно, стоп ставил сюда, либо сюда. Но сюда это будет слишком. Это получается 4 доллара. Это там 15%, это много, 13%. То есть, лучше, наверное, поставить сюда, либо за вот эту свечку. За уровень будет низковато. Ну, то есть, низковато для стопа. Потому что, высоковато. То есть, потому что он один хвост и вас выбили. То есть, надо чуть-чуть прятать дальше. Если брать так. Ну, кто хочет торговать там 15-ти минутки, 5-ти минутки. Ну, конечно, для вас вот это будет нормально. Ну, шансы на вынос очень большие в таком случае. Либо ждать ложника и тогда заходить. Ложный пробой. И тогда, значит, заходим. Тут, смотрите, вот такая же картина по EOS, как по DASH. По DASH. Один в один. Топографик можно вот EOS и DASH. Можно не открывать EOS. То же самое, кстати. Видите, вот картина, значит, DASH и картина EOS. Почти ничего не поменялось, только цена. Да, то же самое. 0.93. Видите, зеркалочка такая небольшая здесь. Тоже по дневке смотрится красиво. Ну, 1.13 там цель. Эфир. Вот эфир, ребят. Почему было, кстати, движение-то все. У нас прошла новость, что шансы на удобрение. Ну, то есть, что одобрят у нас ETF на эфир выросли с 25 до 75%. И, обратите внимание, эфир у нас вырос с 3000 на 3800 за 2 дня. Ну, там 3030, можно сказать. Получается, что 800 долларов прошел почти 30%. Там 27% прошел за 2 дня. За 2 дня прошел 27%. И вот, видите, вот эту зону прошибли. Ну, обычно часто бывает такое тоже. Прошибает, потом откат. Чуть-чуть. Ну, конечно, сейчас высоковато. Но, посмотрите, как держит. Возможно, пойдет дальше. Я сразу говорю, когда после сильного движения нет отката, скорее всего, будет продолжение. Ну, я бы рассмотрел где-то хотя бы вот это вот. 3600 где-то вот с этих. Может быть, какой-то ложный сюда обратно пойдет. 3600, 3500. Вот где-то туда, чтобы откатилась. Потому что прошли, уже так сейчас тут лезть. А шортить такое тоже не надо, ребят. Потому что, ну, такие сильные инструменты шортить после таких новостей. Оно может пойти и на 5000. Поверьте мне. Ну, 400, вот это вот у нас был 4, там 0,88. Вот это вот ближайшая зона такая. Но тут я бы, конечно, сейчас подождал. Кто хочет очень сильно спешить, ну, можно тут заходить и в лонги. Да, 3600 там где-то стоп ставить. Но я подождал бы какую-то хотя бы мини-коррекцию. Хотя бы там на 3-4%. А потом посмотреть, как будут развиваться события. Потому что прошли много, конечно. Нужно было брать где-то здесь. Смотрите, как тут тоже 2900 как стояли. Красиво, прям очень круто. Вот такой импульс мощный на новостях. Видите, на новостях, если пробивается все и прет вообще очень мощно. Значит, что у нас было по линк. Линк у нас протестили 12.37. Тоже мы с вами это отмечали. Видите, вот хвостом сюда. Потом еще раз. Прошли сейчас уже некое движение. Нормальный, где-то процентов на 30 сходил он. И тоже, смотрите. Так же консолидация, как у нас в аксе и так далее. В доте. Смотрите, сильнее рынка. Вот это неплохой инструмент для входа. Ну, может быть, еще какой-то тут ложный. Поэтому, если брать, где-то стоп надо, конечно, прятать чуть подалее. Но это будет, конечно, очень много, если так делать. То есть, если брать, то стоп правильный где-то за 15.88. Вот сюда. Это 1 доллар. Ну, это тоже нормально. Это у нас получается где-то 6% стоп. Если так заходить. Но линк сильнее рынка. Ну, хотя прошел многовато. Может быть, и надо немного его дать ему подышать. Пусть чуть-чуть постоит. Возможно, какое-то движение сформирует. Вот, смотрите, тоже мана. Кстати, децентралэнд. Вот это, кстати, вообще точка входа. Прям крутая. То есть, то же самое, что у нас по элсу и по дэшу. Такая же картина. Зеркальный уровень. И понятный стоп. И хороший. Ну, я думаю, потенциал не сюда будет. Наверное, будет сюда повыше потенциал. Не думаю, что он будет прям тут останавливаться. Думаю, пойдет вот сюда 0.54. То есть, процентов 20, я думаю, потенциала здесь. 20-25. Стоп либо сюда, либо сюда. Если брать. Но точку неплохую формирует. Сейчас расскажу вам. Тоже поглощение нарисовали. Наверное, пойдет дальше. Скажу вам так. SNX. Рассматривали с вами тоже вот здесь. Смотрите. Когда было в лаю, давал эту идею. И с этой идеей выжить можно было, получается, больше 20%. 50 по копеек. 25% прошла цена. Тоже сейчас прошло движение. Видите, тест зеркалки. Четко прям. 3 доллара. Тест зеркалки. Ну, и сейчас либо где-то смотреть его. Я, наверное, чуть-чуть ниже где-то смотрел. Может 2.8, 2.7. Где-то вот тут. Я могу даже провести вот линию. Где-то вот эту зону я бы рассматривал. Если сюда дойдут и будет консолидация, это будет более правильно. Но если будет останавливать, то будет точка входа. Не просто сразу вход с этого. Можно прям себе поставить. Потому что 3 в ближайший уровень мало потенциала. То есть, либо выше 3, либо чтобы ниже чуть-чуть дали коррекцию. Тут заходить сейчас перед уровнем не очень правильно. Солана. Прошли просто нормальное такое движение. Видите, 136 мы отмечали. Вот. 120 было так же. Очень много прошли. Я бы, наверное, уже не лез. Хотя идет она сумасшедше. Думаю, 210 будет, наверное, туда будет стремиться цена. Вот 175. Ближайший такой уровень, который можно взять. Ну, хотя прошли много. Очень аккуратно здесь. Так. Что у нас по фета? Вот. Подошли к уровню. Пытается пробить, закрепиться. Много прошел. Ну, такая же тоже модель, как там, формируется. Если брать вот сюда. Но я бы, наверное, в хай уже не лез. Может какой-то откат. Хотя выглядит так, что пойду дальше. Трон. Тут пока пилится. Был сильнее рынка. Потом спустили. Откатился. Я бы, наверное, пока бы тут. Нет. Я не торгую. Ну, пока вот такой себе. Я бы, но я подождал. Смотрите, Uniswap. Кстати, после. Не помню, вроде делистин, да? Там было, если не ошибаюсь, на этом движении. А, нет. Это сек подали против Uniswap. Какое-то там дело. Спустили цену. Откатились. И прошли. Уж достаточно много, кстати. Я тогда говорил, что я не рассмотрел. А, видите, он сделал 50% почти наверх. Молодцы, Uniswap. Но высоковато. Тут либо шорт смотреть выше хая, знаете, на откат. Где-то в зону. Ну, я бы, наверное, смотрел где-то 8.2. Если по факту. Где-то вот сюда. 8.8. 8.8.2. Это будет очень правильно. Сейчас заходить в лонг, наверное, не стал бы. Хотя. Свечи зеленые, дневные. И обычно еще одна свечка бывает. Раз-два, еще одна. То есть, три свечки. И потом может быть откат. Поэтому тут такая двояка ситуация. Но если брать, то где-то с 9.06. Хотя бы. Хотя бы. Если там будут держать. Вот такая вот модель пока. Lumen. Такое, конечно. С нижней точки можно было взять вот отсюда. Видите. А сейчас внутри диапазона тренда нет. Такое себе. То же самое Монеро. Его когда делись на Лизбинанса, пока они вообще торгуются, непонятно. Ripple. Такая же фигня. Кстати, вот 0.48 можно было рассмотреть его, наверное. А сейчас либо выше 0.57. Это уже очень долгий уровень. Либо, ну, если тут внутри диапазона, можно его рассмотреть там 52. Ну. Если брать, то 52 стоп вот коротенький вот сюда. Там за 53. А стоп за 52.1, например. Где-то вот сюда. Или сюда вот поставить за 52 стоп. И все. То есть, либо такая вот сделка. Ну, что-то мне не очень. Ну, и Тезис мы тоже в самом деле рассматривали. Помните? Вот. Очень красиво тогда. Это была прям идея, которую я давал тоже. И она дала, получается, больше 10%. Да, больше 10% дала. Там процентов 12. Вот вам и все. И вот так же. Видите, зеркалочка тут такая локальная. Ну, внутри диапазона. Видите, эти сделки не очень люблю. Внутри диапазона оно может пойти. Если рынок потянут, то пойдет. Если нет, то могут и слить. Но пока поднявки смотрятся неплохо. Если брать, то привязаться надо либо вот сюда, либо вот сюда хотя бы. 0,94, чтобы какой-то откат дали процентов на 5 с хай. Это, да, что-то можно рассмотреть. Вот и все. Ребятки, если у вас есть вопросы, можете писать в комментариях под видео. Не забывайте открывать счета компания Маркетс, наши партнеры. Видите, крипта нормально торгуется. Нормальное исполнение заявок. Нету там таких прям проскальзываний, как и на реальных биржах. Можно торговать с плечами. Есть фьючерсы, акции. Комодите съесть золото, нефть, кукурудза и так далее. Ну, это фьючерсы семьи. И фьючерсы на индексе есть. Ну, считаю, в одном терминале супер круто. Прям супер круто. Поэтому вот такой у нас сегодня получился обзор. Обязательно, ребят, не забывайте о рисках. Не надо торговать прям без головы. Если там все, сейчас идет, все, заходим на все. Всегда думайте о рисках. Потому что рынок в любой момент может делать какую-то коррекцию. Мы это видели. Внезапно просто минус 10 раз и все. Или там минус 5. Бывает такое, чтобы всех повыносить. И поэтому помните об этом, что у вас не было просто маржин-колов. Обязательно риски это номер один, особенно в трейдинге. Риски. Если вы долгосрочный торгуете, как долгосрочный инвестор, без плечей, только на споте, ну, там понятно. Но все равно заходить лучше где-то там с каких-то коррекций, не брать в хаю, если вы долгосрочный заходите. Вот и все. Сейчас в хайп будет, если пойдет эфир, то будет хайп, я думаю, и в эфире, и в монетах на эфире, которые сделаны, там, ну, связаны как-то с эфиром. Ну, и сейчас хайп в мемкоинах, ребят. Вот это же. Ну, тут мема, видите, нету пока, не залистили. Может, залистят. Мема у нас Пепа, да? Ну, Пепа не добавили, ребят. Может, Пепа добавили. Потому что Пепа, прям очень классная тема. Нету, видите, пока Пепа. Ну, можете рассмотреть Пепа, Вив. То есть, там, ну, очень крутые монеты. Мы сами понабирали в долгосрок. Да, ну, я думаю, что мема еще себя покажет. Все, всем, всех обнял. Всем хорошего дня. Извините, пожалуйста, там, ну, были какие-то лишние звуки здесь в видео. Да, потому что тут ремонты некоторые идут. Уже второй раз перезаписываю, потому что первый раз перестал, там, прям, звук такой был, пришлось перезаписать. Извините, пожалуйста, простите. Будем исправляться. Но это не от меня зависит, конечно. Ну, и всем хорошего дня. Всех обнял. И до новых встреч. Всем профитов.